Ну и поговорим о луке. Луки бывают разные. Шалоты, луки-репки красные, белые, синие. И, наконец, лук-порей. Лук-порей тоже относительно недавно стал покорять наши сады и огороды. Хорошая культура, очень вкусная, урожайная. Вот сейчас он находится еще в той стадии, когда его употреблять-то и можно. И в то же время основную массу лука следует запасать в зиму, поскольку он очень хорошо хранится. Сейчас он набирает массу свою. Смотрите, огромные, огромные листья, почти чуть ли не по пояс. Ну и главная задача сейчас у садоводов, его время от времени окучивать. Главное, нужно вырастить отбелиную ножку. Вот если вот сейчас вот его разокучить, то вот видите, уже нож... Очень важно у лука-порея сформировать отбелиную ножку. Вот видите, вот он окучен, как в корту. Очень важно сформировать у лука-порея мощную отбелиную ножку. Для этого его глубоко очень окучивать. Смотрите, вот он окучен, и я вот копаю, 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 и еще ножка далеко в земле. Значит, все идет по правилам. Ну, ножка отбеливается, но вот еще пройдет дождь, я его еще раз один подокучу, ножка подтянется, и по возможности раза 3-4 за сезон я этот лук подкучиваю. И чем выше будет вот эта отбеленная ножка, тем он будет вкуснее. Луковый суп просто пожарить. Ну, одним словом, просто можно в салат его использовать. Я его выкапываю поздно-поздно осенью. Это конец октября. А до октября он еще растет. И он нарастает вот такой, вот как полень. Складываешь на руку и несешь в погреб. В ящики складываю. Чуть-чуть опилочек насыпаю в ящичек. Корни чуть-чуть слегка обрезаю. Составляю в ящик. Обрезаю вот эти листья вот таким вот образом. И все. И всю зиму новая хорошая зелень. Ну, не новая, но вкусная зелень. Поэтому лук-порей очень полезен, очень вкусен. Это грибы на столе всю зиму. Вот по вкусу жареный лук-порей – это грибная закуска. А то, мне кажется, даже и вкуснее. Но какие сорта? Есть келима, бандит. Да их очень много сейчас сортов. Но поскольку лето у нас короткое, и все-таки нужно выбирать сорта с более коротким вегетационным периодом. Где-то 120, ну максимум 130 дней. То есть, запомните, лук-порей нужно брать с коротким вегетационным периодом. 120-130 дней. Вот это самое главное. А название сорта не имеет значения. Субтитры сделал DimaTorzok